Информационная программа новости на Оркен Медиа. Здравствуйте! О событиях к этому часу расскажу вам я, Кмарал Куатбекова и мои коллеги. Сегодня в выпуске. Спасательная операция. На озере Балхаш вторые сутки ищут двух пропавших рыбаков. Предположительно, рыбаки терпели бедствие в 36 километрах от берега. Коммунальный коллапс. 16 домов остались без тепла из-за прорыва трубы отопления. Труба состоит на 100% изношенность. Теплые советы. Что делать, чтобы не замерзнуть в холодную погоду. Духовик по-любому, как варить теплая куртка. Под низ там кофта. Двое рыбаков пропали на озере Балхаш. Мужчин ищут вторые сутки. Спасатели подключили для поиска вертолета. Общение о том, что на озере в районе станции Саршиган тонут два человека, поступило около 6 часов вечера в понедельник. Как оказалось, жители Саршигана 50 и 44 лет выехали на промысел на лодке. А вечером связались со знакомым по мобильному телефону и рассказали, что у них заглох мотор. После на связь они не выходили. В это время начался сильный ветер и на поверхности поднялись высокие волны. Из-за погодных условий сразу выехать на помощь специалисты не смогли. Поиски начали ранним утром следующего дня и подключили вертолет. Спасатели проверяют поверхность озера с воздуха. Спасательные подразделения проводят поисковые работы. Предположительно, рыбаки терпели бедствие в 36 километрах от берега. Проводились поиски с помощью вертолета. Пока результатов поиски не дали. Также ведутся поисково-спасательные работы с берега и с помощью спасательных катеров. На улице Агабай-Батыра сегодня прорвало турбоотопление квартальной сети. Без тепла остались 16 домов. На устранение аварии направили 8 человек и 5 единиц техники. За ходом работ следили руководители отдела ЖКХ СОЖУ Транс и ЧАЭС. Продолжение темы в сюжете. Возле шестого дома по улице Агабай-Батыра с раннего утра работают коммунальщики. В 5 часов дежурный слесарь сообщил о прорыве на квартальной тепловой сети. В 8 метра свищ заварили и подачу тепла возобновили, но протечка образовалась уже в другом месте. На участке решили заменить 10 метров трубы диаметром 425 миллиметров. На выполнение работ направили бригаду из 8 человек и 5 единиц техники. В это время без отопления остались 16 домов по улицам Жильтоксан, Сейфулино и один детский сад. Чтобы жители и система не замерзли, тепло временно пустили по обратной линии. Труба состоит на 100% изношенность, поэтому придется мне дополнительно еще поменять около 10 метров трубу. Но в течение дней до 3 часов мы успеем поменять трубу. С начала отопительного сезона это уже 120-я коммунальная авария. Чтобы снизить число таких происшествий, сейчас разрабатывают программу по масштабному ремонту сетей. В городе Балхаш протяженность сетей составляет 225 километров. По сравнению анализа с прошлым годом, количество аварий на тепловых сетях увеличилось на 40%. В этой связи нами формируется программа пятилетняя по ремонтной кампании, по замене тепловых сетей. В следующем году планируется проведение ремонтных работ на наиболее дефектных участках. В Нур-Султане, Костанае, Тимиртау, Семеи и Караганде сегодня отменили занятия для школьников. В неплановые дни отдыха детям принесли сильные морозы, которые пришли на территорию страны. В Балхаше сегодня утром было холодно, однако уроки прошли по расписанию. По правилам, занятий для учеников с 1 по 4 класса не будет, если температура на улице опустится ниже 25 градусов. При скорости ветра 10-15 метров в секунду. Если термометры покажут минус 27, дома останутся школьники до 9 класса. При 30 градусах мороза на уроки могут не идти все, включая первые курсы колледжей. Информацию об отмене занятий можно узнать на сайтах школ, телеграм-канале отдела образования и официальных интернет-страницах телеканала Уркин Медиа. Вместе с тем родители, учитывая погодные условия, отдаленность школы, температурный режим, принимают решение самостоятельно о посещении ребенком школы, даже в дни, когда занятия отменены. Учебный процесс в школах, неотмена занятий, не приостанавливается. С учащими, пришедшими в школу проводятся индивидуальные занятия, повторения и закрепление изученного материала. Пока из-за холодов занятия балхарским школьникам не отменяют, однако температура в городе понижается каждый день. Что делать, чтобы не замерзнуть? Советы горожан в рубрике «Глаз народа». Кушать много, кушать вкусно, одеваться потеплее, жаркостей не ломит, пускай лучше будет жарко, чем холодно. Уховик по-любому, как вон теплая куртка, под низ, там кофта, муститер, шарф, шапка, рукавицы, сапоги, ботинки. Камаши, там джинсы, две кофты, куртка, шапка, перчатки. Ну, закаляться, конечно, чтобы не потеть. Вот так, не знаю, зимнюю куртку надевать, шапку. Лишнюю кофту оденешь, уже все, жарко на улице, и будет очень даже неприятно ходить. А сейчас, видите, люди сразу одевают теплые вещи, уже шубки одели. Мне кажется, еще рановато. Лучше, конечно, легкие, вот такие, не продувая, пуховики. Сейчас уже натуральные вроде эти отошли, дубленки всякие, кожа. Стельку желательно, конечно, ложить. Ну, носки такие средние, не надо толстые сильно. Полегче одеваться, мы же ходим на улицу, а потом больше витаминов, фруктов. Каш надо есть побольше. Я так думаю, вот я легко одета, еду, мне тепло, даже жарко. Я предпочитаю натуральные вещи. Шубы натуральные, дубленки натуральные, пуховики. Тоже пойдут, сейчас пуховики хорошие. Балхарскую школьницу признали лучшей на республиканском патриотическом творческом конкурсе среди подростков и детей. 16-летняя Батима Сиилхан исполнила песню «Отан-Ана». Ежегодное творческое состязание прошло в Алма-Аты. Участники из Мангастау, Тараза, Алма-Аты, Шенкента соревновались в нескольких жанрах. Народные песни, эстрадный вокал, выразительное чтение, хореография и игра на музыкальных инструментах. Батима Сиилхан выступала в категории «Эстрадный вокал». Ее соперниками стали 8 человек. Она исполнила песню Батархана Шукенова «Отан-Ана» и завоевала первое место. Готовили две песни, но ошибка организаторов. Они нам сказали вначале, что песня на выбор свободная, но мы готовили английскую песню. Но во время конкурса пришлось поменять на песню Батархана Шукенова «Отан-Ана», так как тематика была патриотикой. И это не все достижения балхашских артистов. Ученица 16-й школы стала лучшей на республиканском телевизионном проекте «Жилда с Болгом Келеде». На творческом соревновании, которое прошло в Алма-Аты, приняли участие дети из городов Нур-Султан, Актаусь, Каменогорск, Шымкент, Тарас. Шестилетняя Каусар Мурат прочитала произведение «Алмаза Тимирбай» у Ахат-Тан-Кадера и получила гран-при. Мне понравилось участие в конкурсе. Было очень много людей. Я прочитала стихотворение «Алмаза Тимирбай» у Ахат-Тан-Кадера. Я учила его три дня. Такими новостями запомнилась эта среда. Смотрите нас ежедневно в 2015. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова